Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт, с вами Антон Хатунцев. Первый этап строительства купели у нас завершен. Теперь вы можете приезжать в село Истабное, Губкинский район, Белгородская область. Приезжаете, оставляете машинку на парковке, спускаетесь вниз пешочком, берете с собой полотенчик обязательно и окунаетесь. Водичка замечательная. В данном выпуске я вам расскажу, как у нас прошло мероприятие Крещения. Это очень знаменательный большой праздник. На Крещение у нас были гости с Москвы, приехало три машины, 15 человек. У нас были гости из города Губкин, из города Старооскол, город Белгород. Окунулось по подсчетам организаторов мероприятия 560 человек. Общее количество гостей на Крещение было в районе 1500 человек. Это те, кто всю ночь приезжали, уезжали, приезжали, уезжали. Мы сделали рядом с храмом большую парковку. Завезли бой бетона, завезли глину, завезли песок, завезли отсев. Все это уплотнили, усыпали, выровняли. На парковке посадили 28 туй. От парковки до металлической лестницы сделали дорогу, где-то в районе 150 метров. Также вынимали грунт, завозили бой бетона, завезли отсев, уплотнили. Построили лестницу 80 ступеней. Посадили 100 деревьев сосна. Посадили цветочки. И самое основное, это значит, отремонтировали колодец и построили новую купель. Почему я говорю, первый этап закончен? Потому что второй этап у нас планируется, это строительство парковой территории. Если кто-то хочет поучаствовать в этом строительстве, можете помочь нам всем, чем сможете. Можете помочь металлопрокатом, можете помочь строительными материалами, электричеством, цветами, растениями, камушками. То есть все, что используют для ландшафта. У нас планируется строительство лестницы. У нас сейчас лестница с одной стороны построена, также будет дальше помость металлическая и такая же лестница с обратной стороны бугра в районе пруда. Принимайте участие, пишите ватсап, если хотите помочь. Как у нас прошло мероприятие? Были завезены дрова, казаны, печи, были закуплены прожектора, электропроводка. Протянули мы, значит, от храма до бугра электричества, установили на бугре прожектор. Внизу здесь у нас площадка, была установлена палатка военно-армейская. Это был у нас пункт обогрева с тепловой пушкой. Спасибо нашему губкинскому военкомату. Также были установлены генераторы, были закуплены очень огромное количество продуктов. Это, значит, говядина, баранина, рис, лук, морковка. Спасибо за приготовление плова Виктору, кафе «Асаль», село Евгеньевка. Спасибо всей нашей строительной бригаде, которая принимала участие в строительстве данной купели. Я очень рада, что у нас сегодня на территории такое замечательное событие. Это еще одна страничка истории Истабнянской сельской территории. Сегодня, благодаря Антону Хатонцеву, было освещение. Вот это замечательное купели, которое он построил не для себя, а для жителей. И мы сегодня видели, какое количество большой людей здесь присутствовало. Я думаю, что всем это нравится, все это будут поддерживать и будут часто посещать это замечательное место. Благодарность у главы Истабнянской сельской территориальной администрации награждается Контунцев Антон Алексеевич за большой личный власть и проявленную инициативу в благоустройстве и развитии села. Спасибо большое. И всем ему помощникам, которые, значит, сегодня сделали такой вот праздник. И не только вот сегодня. Этот праздник теперь будет на все века. Спасибо большое Антону Хатонцеву за вот такое столь прекрасное мероприятие, за столь прекрасное перевоплощение села Истабнова. Ну что, праздник удался. Открытие купели произошло, мы ее достроили. Но это только начало. Начало моей задумки, о которой я рассказывать не буду. Спасибо всем, кто помогал. Спасибо моей команде. Спасибо ребятам, тем, кто уделял внимание, тем, кто строил с нами. Ребят, от души спасибо вам. Принимайте участие в развитии своего села, в развитии достопримечательностей. Делайте из своих сел места притяжения. Объединяйте людей. Вкладывайтесь душой. Спасибо ребятам. Теперь по поводу мероприятия, которого мы организовали. Мы организовали для наших гостей, которые приехали из Москвы. Мы провели такую, значит, тест-экскурсию по Белгородской области. Съездили в село Богословка, посетили музей декабриста Раевского. Нам провели трехчасовую экскурсию. Мы организовали лошадь с санями, покатались на лошади. Ребята из Москвы привезли с собой квадроцикл на гусеничном ходу, который мы потом опробовали, обкатали в бане. Баня находится, село Теплый колодец. Замечательная. Единственная в Губкине, которая сделана как арт-объект. Полностью все из дерева. Несколько бассейнов. Есть бассейны в помещении. Есть бассейн на улице, отапливаемый, теплый. Есть купель теплая на улице. Есть купель холодная на улице. Есть бильярдный стол. Продолжение следует... Ну а теперь я вам проведу маленькую экскурсию в нашу купель. Пойдемте посмотрим, с чего она сделана, и как она делалась, и какие были изменения в процессе работы. Она у нас сделана внутри. Металлический каркас, профильная труба 80 на 80. Значит, этот каркас мы обшили OSB-плитой. Изнутри и снаружи. OSB-плиту мы потом дали. Обшивали мягкой кровлей. Вот она. По морозам грели феном. Спешили. Уголки металлические. Окна деревянные. Деревянные. Стеклопакеты не стали делать. Изначально хотели сделать стеклопакеты, но по срокам не успевали, поэтому как-то сделали более живое. Купол у нас деревянный внутренний каркас. И обшито также мягкой кровлей. Крест деревянный, покрашен такой краской, приближенной к золоту. Снизу у нас вентиляционное окошечко. Для того, чтобы внутри была вентиляция. В перспективу планируем провести сюда электричество. Но сейчас оно временное. То есть проводка, лампочка есть. Выведенная розеточка. И если будет праздник, будем привозить генератор и освещение подключать. Значит, изначально, если вы помните, когда мы строили каркас, мы делали дубовый. И планировали, что она будет полностью дубовая. Дубовую купель мы изначально опустили. Смонтировали. Провели коммуникацию, воду. И начали пробовать, испытывать. Но она у нас получилась не настолько герметичная, как планировались. Мы ее герметизировали корабельным герметиком. Но дно было не настолько качественно промазано. И вода у нас уходила. И в итоге приняли решение сделать в дубовый каркас, красивый, который был со ступеньками. Пришлось сделать каркас из нержавейки. То есть такую ванную из нержавейки, которую мы поместили в дубовый каркас. И в этой, значит, ванной мы уже сделали по новой дубовые ступеньки. На дно купели, сделали дубовую решетку, которая под решеткой у нас имеются грузики. То есть изначально решетка всплывала. А чтобы она не всплывала, мы закрепили грузики. Сейчас у нас, если спускаешься по ступеням вниз, то ногам очень комфортно. Ты стоишь на дубовый коврик, получается, и окунаешься. Полы, значит, сделали сосновые. Обрамления дубовые, перила дубовые. Сверху у нас вентиляция. Ну и сверху вентиляция, и снизу вентиляция. Значит, установили лавочки. Лавочки прикрутили к полу, чтобы никто не унес. Изначально у нас были, значит, крючки для одежды металлические. Сделали их деревянные. Купили, прикрутили, все хорошо. Купель работает, функционирует. Люди довольны, я доволен, радуюсь. Раньше здесь была старая купель. Она была маленькая, но она сгнившая. Вот мы ее засыпали. Здесь полностью снимался грунт, и прокладывалась коммуникация. То есть мы поймали уровень. С этим была проблемка. Ну, как бы поймали, и все нормально работает. Что было произведено с колодцем? Здесь, значит, вокруг колодца деревянный пол. Его полностью демонтировали. Колодец обкопали. Внутри воду откачали. И произвели внутренний ремонт колодца. То есть его специальным составом обрабатывали. Поменяли внутри трубу, которая идет у нас в купель. То есть заложили все новенькое. Сейчас все работает, все функционирует. Какие планы у нас на будущее? Не менял, не? На вес, не менял. Не, не менял. Не, не, не. Администрация привезла, две лавочки поставили. Какие планы дальше? Если кто-то хочет поучаствовать, я сейчас расскажу о планах, а вы уже принимайте участие, звоните. Значит, дальше я планирую здесь сделать парковую территорию. Будет металлическое помостье с перилами. И такие маленькие площадки для остановки, для отдыха. Лавочки. Гуляем по парковой территории. Там дальше у нас водоем. И будет вверх на бугор идти металлическая лестница большая. Также здесь планируем сделать новый колодец, в котором будем набирать воду. Я обращаюсь к жителям нашей большой необъятной родины. К агрохолдингам, к фермерам, к предпринимателям, к бизнесменам. Делайте какой-то вклад в деревню. Покупайте заброшенные участки, приводите их в порядок. Строите дома. Посещайте сельские населенные пункты. Нужно поднимать родину. У нас так красиво. У нас столько красивых мест, замечательных, из которых можно сделать прям супер туристические места, в которые будут приезжать, отдыхать и наслаждаться красотой. Ребят, подписывайтесь на канал Мульчер Эксперт. Ставьте лайки. Репостим в социальные сети. Задаем вопросы, комментарии. И всем, кто хочет поучаствовать в развитии нашего села, в развитии каких-то проектов, пишите, делитесь своими советами. Можешь писать в WhatsApp. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!